После последнего моего подкаста на канале сразу несколько зрителей в комментариях написало о том, что мне бы не помешало рассказать какую-нибудь забавную историю из своей практики. Мол, играя в World of Warcraft почти 15 лет, а значит точно есть какая-то история в закромах, которая может удивить широкую аудиторию. На самом деле это действительно так, потому что за долгие годы у меня накупилось таких историй довольно много. И та история, которую я расскажу вам сегодня, уникальна. Я уверен, что 99,9% не смогут рассказать что-то подобное. Более того, я не только могу ее рассказать, но и могу подтвердить, ведь у меня остался ролик с тех стародавних пор, который хранился на втором старом канале, который принадлежал одному из моих сагильдийцев. Поэтому сегодня у нас будет не только хороший рассказ, но еще и прикольный видеоряд, который позволит вам глубже погрузиться в данный подкаст и в сегодняшнюю историю. Правда, прежде чем мы перейдем к этой теме, давайте прервемся буквально на 30 секунд и дадим слово нашему постоянному спонсору. Допустим, ты хочешь продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь полезное. При этом боишься, что тебя наебут, все продумываешь, что раз перестраховываешься, но в результате все равно все идет по пизде. Фанпэй поможет продать или купить игровые предметы или услуги просто и без наебалова. Итак, предположим, что ролик спонсора вы посмотрели, Шрека на этот ролик поставили, коляки-маляки в комментариях написали и на подписку тоже предварительно нажали. Это, кстати, довольно важно, ведь совсем скоро на канале будет грандиозный анонс для всех, кому нравится история по World of Warcraft. Поэтому обязательно подпишитесь. Это не байт, не кликбейт, не обман. Буквально уже в эту субботу, то есть завтра, а может быть для кого-то сегодня, вы узнаете подробности по этой теме. Но вернемся к нашему подкасту. Итак, что же за история у меня такая в закромах, которая точно вас удивит? В общем, в самом конце Драйнора, незадолго до выхода Легиона, мне удалось убить настоящего гейммастера в игре. Причем это было не какое-то рандомное убийство на поле боя, а абсолютно случайная встреча на настоящем гейммастерском острове. Но обо всем по порядку. Для начала вы должны понимать, что в Драйнор выдался довольно тяжелым дополнением, очень много людей в этом дополнении из игры ушло, и наша гильдия тоже отчасти страдала от проблем с контингентом. На период Драйнора мы находились на сервере Outland, это европейский сервер, мы туда переехали в конце Пандарии. И там мы довольно продуктивно занимались ПВП. Однако после того, как разработчики пофиксили Ашран и сделали его кросс-серверным, смысла находиться на Outland практически не осталось, и поэтому люди начали потихонечку либо уходить из гильдии, либо просто забивать на игру. Чаще второе. Именно поэтому часть моих игроков, в том числе и я, отчалили играть в ArcheAge, где мы пребывали примерно полтора года, параллельно, разумеется, играя в WoW. Про ArcheAge у меня уже была отдельная история, она очень интересная, правда без прикола. Если захотите посмотреть, ссылка в правом верхнем углу экрана, а также можете найти непосредственно сам ролик на канале. Если хоть чуть-чуть разбираетесь за эту игру, видео вам точно понравится, там жутко веселая история. Тем не менее, к концу Драйнора мы из ArcheAge вернулись полноценно обратно в WoW на постоянную игру, на ArcheAge полностью забили. Это было связано с рядом причин, но тем не менее, нужно было что-то сделать. На Outland нас оставалось человек 20-25, а чтобы вы понимали, Outland был чисто аликовским сервером, и за Орду играла только моя гильдия, в которой как раз и было вот эти 20-25 человек, которые из себя уже ничего не представляли на тот момент. Соответственно, нужно было что-то делать, либо запускать гигантскую рекламную кампанию, которая должна была потрясти весь ордынский интернет и привлечь к нам новичков, но денег на это уже не было, либо нужно было переезжать обратно на русскоязычные сервера. А как заведено у меня в гильдии, если вдруг на сервере, на котором мы находимся, все стало плохо, надо возвращаться на родину, надо возвращаться на Страж Смерти, сервер, на котором мы провели больше всего времени. Собственно, что мы, говоря, и сделали. Именно с этого момента уже начинаются интересные подробности. Возможно, не все из вас знают, но возможность трансферить гильдию между серверами, именно саму гильдию вместе с банком, вместе с достижениями и так далее, ввели незадолго до выхода Драйнора. Это как раз появилось с возможностью переехать на европейские сервера, когда нас достали из резервации. Так вот, эта функция работала некорректно. Вы можете смеяться, можете не верить мне на слово, но это чистой воды правда. До легиона гильдия сама не трансферилась. Вы оплачивали трансфер на сайте, у вас выдавала ошибку, но деньги не возвращала. И после этого нужно было писать техническую поддержку, и техническая поддержка руками вашу гильдию переносила. Теоретически, в рамках одного региона, возможно, ошибки не было. Но так как мы трансферились между регионами из ру на евро, то я с такой проблемой столкнулся, причем в обоих направлениях. Так вот, при переезде обратно, наше англоязычное название сохранилось, потому что выяснилось, что у разработчиков нет функционала, который предлагает автоматически поменять название. Схожая ситуация сейчас с питомцами, не знаю, пофиксили ли это в Shadowlands, но тем не менее, на Burning Crusade, если вы трансфернетесь из одного языкового региона в другой, то у вас сохранится название питомца из прошлого региона. Поэтому на Страж Смерти мы приехали в названии Гвардсов Азерот, под своим каноничным тайтлом, и фактически играли с этим названием на русскоязычных серверах какой-то непродолжительный промежуток времени. После заезда на Страж Смерти мы сразу поставили себе цель, что мы будем заниматься всяким извратом. Мол, дополнение уже подошло к концу, заниматься рейтинговыми полями боя смысла нет, арены тоже, в ворлд ПВП на Страж Смерти мертвы, а поэтому мы будем заниматься всякой грязью. Про эту грязь мы еще поговорим обязательно, только, наверное, не в подкасте, а прям в полноценном видео, потому что там очень много интересного материала, его нужно показать, про него нужно подробно рассказать, как это работало, как это было сделано, вам понравится. Так вот, в ходе занятия этой самой грязью мы начали обнаруживать огромное количество ошибок в игре. Одна из самых интересных ошибок позволяла попасть под текстуры, причем, в отличие от других схожих багов, она позволяла перемещаться под текстурами свободно. Суть в том, что один из игроков обнаружил, что в темных берегах, в определенном месте, у одной конкретной пещеры можно залезть на камень, использовать рог в райкула, и специальную воду с новолуния, сесть на мамонта и провалиться под текстуры. При этом выяснилось, что если сделать ряд действий параллельно, вы не умрете. Дело в том, что после того, как вы попадали в текстуры и начинали падать, нужно было нажать Alt-F4, и при перезаходе ваша физическая модель оставалась в темных берегах, но вас самих перекидывало в локацию между Когтистыми Горами и Мулгором. Если в этом месте воскреснуть и нажать снова Alt-F4, появившись в этом месте, вы не сможете нормально передвигаться и не сможете сесть на верховое животное, игра забагается, и вы просто будете висеть и видеть вокруг вас пустые текстуры. Так вот, выяснилось, что если после попадания в это место нажать снова Alt-F4, то после перезахода вы сможете сесть на маунта, и вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что ваша физическая модель, она находится все еще у той пещеры, но вы при этом видите Когтистые Горы и Мулгор. Фактически, вы умерли, но остались живы. Сам человек, который нашел эту ошибку, объяснял это тем, что вы попадали в какую-то специфическую фазу, которая не коннектилась с миром живых и миром мертвых, что-то среднее, типа слоя, но довольно специфического. Поэтому вы всегда видели Когтистые Горы, но могли передвигать своего персонажа в темных берегах. При этом сам персонаж получал возможность летать, потому что вы были не совсем мертвы. Прикол заключался в том, что вы могли единоразово сесть на любое ездовое животное. И если вы садились на Чоппер или на Мамонта, человек, который находился с вами в группе, мог сесть к вам в Чоппер. Таким образом, вы могли вести его не просто в любом направлении по воздуху на Чоппере, но могли вести через текстуры. Более того, игрок, сидящийся с вами в Чоппере, переносил свою физическую модель тоже в Когтистые Горы под текстурой, и поэтому мог лететь через усталость любое бесконечное количество времени. Именно благодаря этой ошибке мы выяснили, что можно довольно легко добраться до острова Гейммастеров. Более того, мы даже выяснили, где он находится. Прямо сейчас на экране будет фрагмент из ролика, где показана карта, куда мы летели. И более того, мы также выяснили, что лучше всего лететь на него ночью, потому что по луне очень удобно ориентироваться. В процессе передвижения есть один нюанс. Когда вы зажимаете V, ваш персонаж начинает бесконечно падать в текстуры, и не передвигается вперед, поэтому для передвижения нужно было передвигаться быстрыми нажатиями на кнопку W. То есть вы нажимали, отпускали, нажимали, отпускали, нажимали, отпускали, и таким образом ваш персонаж передвигался буквально на пару шажков вперед, а потом начинал падать вверх, возвращался на место, передвигался на пару шажков вперед, падал вниз, возвращался на место. И таким образом можно было добраться куда угодно. Собственно, с помощью этой ошибки, для одного из роликов на гильдийский канал, Мы и добрались до острова гейма мастеров Причем первый раз мы просто по нему пошарились, посмотрели что там находится И собственно говоря с него выбрались благополучно Потому что там не было ничего интересного Что кстати интересно, выбраться довольно легко Если вам надоело находиться на этом острове, вы можете просто спешиться И после этого вас автоматически телепортируют на кладбище А ошибка автоматически прервется Кстати, для особо умных людей эта ошибка сейчас не работает И я рассказываю про конец Дрейнора С этого времени прошло уже очень много лет Так вот, мы периодически путешествовали на этот остров гейма мастеров Возили игроков туда за деньги и всячески развлекались Это было довольно увлекательное приключение, которое многим нравилось А лично нам это нравилось тем, что мы могли зарабатывать неплохие деньги Ведь одна такая перевозка через общий чат продавалась тысяч за пять золотых Точно не помню, но помню, что самый богатый клиент заплатил нам почти 20к золота И вот в один из прекрасных дней, когда я решил записать подробный гайд Как добраться до этого острова Я напоролся на этом острове на какого-то таурена Причем увидел я его издалека И сразу стало понятно, что это гейммастер Потому что это был таурен, находящийся в зеленом режиме Более того, когда я подплыл ближе к острову Стало видно зеленый лейбл у него в нике Пока я по острову шарился, пока я обходил Пока я соображал, что о господи, что происходит Орал об этом в голосовом чате И всячески передавал информацию своей гильдии Этот гейммастер вышел из мирного режима Скорее всего, он что-то тестировал Или может быть отвечал на какую-то ошибку Или что-то еще Точно я до сих пор не знаю Потому что для меня это было невероятным прецедентом Так или иначе, ну я практически сразу к нему подбежал И быстренько его расстрелял Получилось это сделать довольно легко Потому что на нем были стандартные одежды гейммастера И в принципе это ничем не впечатляло Тем не менее, на этом все не закончилось Ведь после этого я попытался сразу же выбраться с острова Потому что пришел к выводу, что для меня это просто так не кончится И просто прожал камень возвращения в гарнизон После прилета в гарнизон в Драйноре Мне мгновенно влетел бан Бан влетел ненадолго Но самое смешное заключается в том Что мне не пришло письмо на почту о причине моей блокировки Но вместе с этим на форумах появилась информация о том, что я заблокирован Странно, вы заходите на форум Вам написано, что вы заблокированы В игру вы войти не можете, а письма нет Именно поэтому я решил написать в техническую поддержку И о господи, вы не поверите, кто мне ответил Как бы странно это ни звучало Но тот же самый гейммастер, которого я наказал на его собственном острове Ответил мне на запрос И сказал, что бан был выдан справедливо А поэтому, милок, посидите еще в блокировочке Поэтому больше я так не поступал Но материал получился уникальный Что примечательно, когда это видео впервые появилось на ютуб И когда мы залили его еще и на ММО бум Его посмотрело довольно немалое количество игроков И при этом было очень много дизлайков Игроки не оценили, так сказать, подход к убийству игровых сотрудников Но, как по мне, это довольно уникальный опыт Ведь далеко не каждому игроку удается убить настоящего сотрудника технической поддержки В открытом мире Кстати, это была не единственная моя встреча с сотрудниками технической поддержки в игре Была еще и вторая Вторая встреча произошла гораздо позже И ее уже нельзя назвать полноценной победой Потому что убивал гейммастера Ния Дело в том, что в самом конце классики Незадолго до выхода Берни Крусейда Я со своими знакомыми игроками, занимающимися ПВП Решил устроить 10-часовой премейд на Алтерак В силу того, что тогда я активно занимался развитием ПВП-инфраструктуры Поддерживал дискорд Алтерака Поддерживал свой собственный дискорд Сарати и Варсонгом Собрать нужных игроков было не тяжело Я, в принципе, знал многих представителей Р14-го ранга Да и вообще много игроков, которые занимались ПВП Поэтому хороший скиллованный премейд Получилось собрать довольно быстро Этим премейдом мы залетели на Алтерак И после чего зажали Орду в пещеру Причем нашей целью было зажать именно европейскую Орду Ни в коем случае не русскоязычную Равный не убивает равного Запомните это Но вернемся к пещере В пещеру мы зажали Орду довольно благополучно Но вскоре выяснилось, что часть игроков Орды Все-таки смогли разбежаться по полю боя И начинали чекать наши башни, чекать наши флаги И всячески нас отвлекать от этого процесса методичного фарма Ордынца в пещере Именно поэтому мне пришла в голову гениальная идея У меня был, есть и остается второй аккаунт На котором находится мой ШП Прист Для которого я стартовал играть в World of Warcraft Classic Находится он как раз на Шазрахе И мне пришла в голову классная идея Почему бы мне не закинуть этого Приста на этот самый Алтерик В силу того, что игроки с него относительно лениво ливали Можно было без проблем его туда запихать И с помощью Майндвижена отслеживать в Дискорд С помощью трансляции экрана, что собственно происходит в пещере И где находятся игроки, которые из него бежали С помощью данной способности мы довольно благополучно отслеживали всех Кто из него уходил и возвращали их на кладбище С течением времени я придумал еще более крутую идею В силу того, что я руководил этим событием Меня посетила классная мысль А почему бы не начать писать в Ордынский чат Когда мы выходили из пещеры по моей команде Чтоб все резались и пытались нас выбить Так получилось, что Орда встает в попытках нас убить А мы снова их фармим И нам как бы не скучно И Ордынцы как бы думают, что они действительно помогут победить в этой битве Но еще через какой-то промежуток времени Мне пришла еще более крутая идея Дело в том, что в World of Warcraft есть система Которая автоматически закрывает поле боя Если на нем мало игроков Об этой системе знают почти все, кто занимается ПВП Потому что если на БГ заходит мало игроков БГ автоматически закрывается Но очень мало кто знает, что в World of Warcraft Classic На Альтераке эту систему отключили И отключили ее из-за того, что на него ходили премейды Которые периодически не заходили И в итоге БГ просто не игралось Потому что из-за кривого прока на БГ заходило 5 человек БГ не забивалось и просто автоматически его закрывали В итоге ни Орда, ни Альянс не получали награды А только тратили свое время При этом повторюсь, об отключении почти никто не знал Соответственно, мне пришла в голову гениальная идея А почему бы мне, собственно говоря, не поспамить В чат о том, чтобы игроки синхронно начали ливать с Алтерака Вы просто прикиньте Все сидят в авке Кричат, не надо резаться, не надо резаться А вы такой, как шпион за Орду Пишите, ребята, давайте закроем это БГ Чтобы Альянс не мог нас фармить Пишите слэшавку по моей команде И ведь они действительно пишут И просто 20-25 человек вылетает И вместо них заходит Фрешмид Фрешмид варится минут 10-15-20 И вы снова предлагаете эту идею И все снова соглашаются Таким образом, мы простояли в итоге 12 часов вместо 10 И это было невероятно круто И невероятно фаново Тем не менее, пожар в пятых точках европейских ордынцев Разгорелся не на шутку За время которой мы стояли в этой пещере И по всей видимости, вайн вылился не только на официальные форумы Но и на реддит А также прямыми запросами в техническую поддержку К счастью, на тот момент, когда пожар дошел до своего пика Мы решили отойти в Дунбалдар Мол, отпустим Орду Она дойдет до Дунбалдара И мы потом их на каждом кладбище пощемим И снова зажмем в пещеру И вот когда мы стояли под Вандаром Рядом с нами резко появился андет первого уровня Вернее, андетка И появилась снова, и ее снова убил Вандар Так повторилось раз в 6, может быть даже 7 И после этого она появилась уже персонажем 60 уровня Но Вандар снова ее наказал А потом снова и снова и снова и снова И только разы, наверное, с 20-го Эта андетка догадалась, что она может появиться в ГМ-моде И появилась в этом самом пассивном режиме В котором ее нельзя бить ГМ оказался русскоязычным И мы ему написали, мол, мы ничего незаконного не делаем Мы просто стоим под Вандаром и бьем Орду ГМ постоял рядом с нами минут 5 Посмотрел на происходящее Видимо, составил какой-то отчет, что ничего криминального не происходит И улетел в Ассоясе И да, получается, это была еще одна моя встреча с гейммастером Правда, здесь я его не убивал При этом стоит отметить, что опыт это был просто невероятный и неповторимый Потому что мы такого просто не ожидали Что ж, как вы видите, в моем арсенале есть пара интересных историй Которые были бы еще краше, если бы я мог их все визуализировать Но тем не менее, истории, как мне кажется, все равно получились интересные Лично я хочу добавить подкасты немного интерактива Я понимаю, что они вам нравятся Я вижу ваш невероятный фидбэк Реально, огромное количество шреков под роликом Огромное количество комментариев И огромное количество подписок Меня это невероятно воодушевляет Но конкретно в этом ролике мне бы хотелось добавить чуть больше интерактива Я рассказал вам две истории В первой истории я убил гейммастера самостоятельно в Дрейноре И она была первой Во второй истории гейммастер пришел на зов бедных ордынцев И его убил в Андар Несколько десятков раз Какая из двух историй вам больше понравилась? Какая из них вас больше развлекала и больше повеселила? Просто напишите об этом в комментариях Если вам лень писать длинное сообщение Просто поставьте цифру 1 или цифру 2 Цифра 1 за убийство гейма в Дрейноре моими руками Цифра 2 за убийство в Андаром на Алтерике Будет любопытно посмотреть Какая из этих историй вас больше позабавит На этом же с вашего позволения Я буду заканчивать этот подкаст Не переживайте, он не последний Но ваши мотивирующие комментарии очень приветствуются Ведь они еще больше подбатривают меня к созданию новых роликов Также обязательно ставьте Шрека Шреки это очень важная вещь Они помогают продвигаться ролику Не забывайте писать каляки-маляки в комментариях И обязательно нажимайте на подписку Я же с вашего позволения отчаливаю доделывать новостной выпуск на субботу Обязательно его посмотрите Потому что в нем будет очень важное объявление Которое вас точно порадует Особенно если вы играете в World of Warcraft Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok